Медицинские работники всех специальностей должны пройти обучение по диагностике, лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Нижегородском регионе на базе Приволжского исследовательского медицинского университета курсы прошли уже более тысячи врачей разных практик. Евгений Карпов расскажет. Быстрее набираем разряд. Начинайте немедленно сердечную обучение реанимации. Как при военных действиях, команды четкие, выполнение должно быть незамедлительное, при этом профессиональное. Врачей общей практики ставят в условия, максимально приближенные к реанимационным действиям при стремительном развитии COVID-инфекции в организме пациента. Дали такую стрессовую ситуацию. Как вы в ней себя ощущали? Ну, как в стрессовой ситуации любой человек себя будет ощущать. Очень быстро может развиться осложнение двух видов. Это остроидыкательная недостачность, вид для респираторного дистресса синдрома и септический шок. И они будут лечить это состояние, пытаться начать лечить его самостоятельно. Исключать вариант, при котором врачи неинфекционного профиля будут помогать больным с коронавирусом, нельзя. Поэтому обучение проходят и врачи-психиатры, и терапевты, и педиатры. Все, кто только проходил реанимацию пациентов при обучении в медицинских вузах, теперь ускоренно вспоминают теорию. Практика пригодится может в любой момент. Своей практикой мы встречались, конечно, в основном с гастроэнтерологической, генетологической, то есть такой педиатрической патологией. И сейчас мы получаем новую информацию в плане эпидемиологии, пульмонологии, инфекционной болезни. Пандемия коронавируса набирает существенные обороты. Сильнейшие системы здравоохранения борются за жизни людей. И сейчас, как никогда, важен опыт друг друга, чтобы предвидеть следующие шаги и предпринять необходимые меры. Врачи проходят блоки по медикаментозной профилактике коронавируса, получают самую последнюю информацию о лечении и диагностике коронавирусной инфекции. Например, как с помощью ультразвука изучить состояние легочной ткани. Большой раздел обучения уделяется использованию средств защиты. Очень важно не просто их уметь одеть и в них пользоваться, но и важно очень корректно их снять. Потому что именно после выхода из грязной зоны, если некорректно снять костюм, то и возможна контаминация, то есть заражение самого медицинской работники. Вирус коварен. У всех болезнь проходит по-разному. Из-за этого сложно выработать единый стандарт лечения. Поэтому пополнять знания врачей продолжат в учебном центре. Кстати, обучение уже успешно. Прошли более тысячи медиков области. Евгений Карпов, Алексей Захаряпин, Марина Иконникова. Вести Приволжье.